Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Богу в Духновенной Псалтире. И сегодня мы будем читать 119-й Псалом, который имеет надписание по саптуагенте по-славянски и по-еврейски «Песнь степеней» или «Песнь ступеней», о чем идет речь. Всего таких «Песней ступеней» 15. Древние учили, что левиты провозглашали их на 15 ступенях храмовой горы, между двором Исраэля и двором женским. Поднимаясь по ступеням во двор Израэля, возглашали песнь на каждой ступени. И еще мадрецы учили, что при закладке фундамента храма бездна поднялась и стала опасаться, как бы она не затопила весь мир. Но известный Ахитофель, начертав имя Божие, заставил бездну опуститься на 16 тысяч локтей. Тогда сказали, что для мира лучше, чтобы бездна не опускалась так глубоко, ведь мир в воде нуждается, а земля увлажняется бездной. «И Давид изрек 15 песней ступеней и поднял бездну на 15 тысяч локтей, остановив ее на уровне тысячи локтей под земной поверхностью». То есть в понимании древних, когда делался фундамент для храма, то воды стали отступать. И возникла необходимость, храм и так на горе, а там вода нужна всегда, чтобы эта вода поднялась. Поэтому вот существует такое интересное предание по поводу этих 15 ступеней. С другой стороны, известно, что левиты, которые становились на этих ступенях храма, они пели попеременно, антифонно. И в христианской православной традиции наличие два хора – это как бы отголосок тех времен, когда на каждой ступени стояли левиты. Сначала пела одна ступень, потом другая ступень, потом третья и так далее. А в какой-то момент они начинали петь все вместе. Так и по уставу православной восточной церкви хоры в какой-то момент два клироса должны сходиться посреди храма и какие-то песнопения петь торжественно именно вместе. Псалом 119, он небольшой, он имеет семь стихов. Надо сказать, что после 118-го псалма, в котором 176 стихов, остальные псалмы достаточно небольшого размера, очень ритмичные, и так до конца псалтыри. И мы читаем первый стих. «Ко Господу в скорби моей я возвал, и Он услышал меня». Почему здесь подчеркивается, что именно ко Господу в скорби вызывает псалмопевец? Дело в том, что самые пламенные молитвы мы совершаем перед Богом именно тогда, когда мы оказываемся в какой-то беде. какая-то скорбь, она настигает нас. И когда мы из глубины нашей боли, нашего переживания, нашего стресса начинаем обращаться к Богу, такое обращение, оно имеет особое значение. И вот представьте себе, как целый хор со ступени на ступень совершают песнопения. здесь семь стихов, мы можем предположить, что семь ступеней. Но, как я уже сказал, именно со 119 по 133 псалом вот эти псалмы ступеней. И по изъяснению толковников это указывает на время воспевания их евреями по возвращении из Вавилонского плена. Вот это немножко другое объяснение, связанное уже со вторым храмом. при путешествии на Богоморье в Иерусалим и храм, это точка зрения Феодорита Кирского, большей частью эти псалмы заключают в себе благодарность Богу за избавление от плена и построение второго храма. Вот такое объяснение дает Феодорит. Почему оно теперь для нас важно? Потому что вот эти слова ко Господу «В скорби моей я возвал» мы можем их понять, как «Возвали к Богу, пребывая в скорби вавилонского пленения». В скорби вавилонского пленения. Хотя мы точно не можем установить как бы из текста, то ли этот псалом относится к временам Давида, тогда как бы идет первая легенда о 15 ступенях, то ли ко временам уже после вавилонского пленения, тогда идет объяснение по Феодориту Кирскому. Но самый глубокий скорбь это пленение духовное. Она несравнима. И сейчас наши братья и сестры в разных частях планеты, они переживают такую скорбь, угнетение, теснение их именно за религиозное вероубеждение. «Ко Господу в скорби моей», то есть в гонениях, в преследованиях, в клеветах, «я воззвал, и он услышал меня». То есть от Бога совершается избавление. «Господь, Господи, избавь душу мою от уст неправедных и от языка листивого». листивого». Здесь как бы вот сам этот вопль скорби – это просьба избавить душу в ее стесненном состоянии от уст неправедных. Христиан обычно обвиняют в политической неблагонадежности в разных странах и от языка листива. Листивый язык – это что-то более худшее на самом деле, чем прямое обвинение. Это те, которые как бы словами они с нами, но на самом деле они что-то злоумышляют против нас. Третий стих. «Что дастся тебе или что прибавится тебе при языке листива?» По изъяснению святителя Афанасии Иоанна Златоуста «Какое наказание должно постигнуть человека за листивый и коварный язык?» Ведь на самом деле своим языком человек как бы умершляет другого человека. Это акт такого информационного киллерства, когда бросают какие-то фразы, слова, какие-то намеки делают против человека, имея целью погубить его репутацию в глазах других людей. И наказание и изощренные стрелы сильного с опустошительными углями. Это для тех, которые сами пускают стрелы, лживые и льстивые слова против ближних. Их ждет наказание, изощренные стрелы сильного с опустошительными углями. Что это такое? По-славянски здесь будет не опустошительными, а пустынными. И, по мнению толковников, образующимися из колючей, сухой и пустынной травы, легко воспламеняющейся и при обычных в пустыне ветрах быстро распространяющийся огонь. То есть, изощренные стрелы с опустошительными углями, то есть, с огненными углями, которые воспламеняются и опустошают быстро всю округу. И Феодорит Кирский пишет, так Господь наказывает льстивых людей своими стрелами и горящими все опустошающими углями. То есть, если они тут как бы мера за меру, если они бросаются словами, как такими стрелами убийственными в адрес человека, Господь попалит их вот этими огненными стрелами. Горе мне, что жизнь моя в переселении продолжительна. Казалось бы, а почему же горе, если все-таки человек выживает, хотя и в переселении. Просто имеется в виду, что человек устал жить вдали от Родины. Он не может жить с мыслью, что святыня храма разрушена, и он тяготится этим своим пленением. Горе мне, что жизнь моя в переселении продолжительна. поселился я в шатрах кидарских. Кидар по имени сына Измайла. Это страна в Аравии. О сыне Измайла говорится Бытие 25 13, 1 Паралипоменон 1 29, а кидар как раз наследовал земли отца своего Измайла, который родоначальник арабов, и это имеется в виду земли в Аравии. Возможно, что речь идет о том, что при возвращении из Вавилонского пленения вот какое-то время люди жили в шатрах кидарских. Долго жила душа моя в стране переселения по-славянски пришельствова, то есть в неопределенном состоянии. С ненавидящими мир я был в мире. А здесь ненавидящий мир — это любящие вражду. С ненавидящими мир я был в мире, то есть вынужден был терпеть их агрессивность, их милитаристские какие-то устремления. Очень тяжело жить в обществе, которое пронизано милитаристскими идеями, где как бы взаимные угрозы, обвинения соседям и помахивают там ядерными дубинками друг против друга. И для людей веры, для людей мирных это, конечно, потрясение жить в мире, который готовится к войне с соседями, близкими и с какими-то даже дальними. Но это была та реальность, когда евреи потеряли свою землю. И последний стих. Когда же я говорил с ними, то есть он пытался говорить какие-то слова, чтобы поменять их, такое агрессивное милитаристское расположение к окружающим, они без вины, что значит без вины, то есть без всякого повода с моей стороны враждовали со мною. Почему? А потому что агрессия заложена в них. Вот эти милитаристские настроения стали частью их как бы характера, они так действуют, они так себя ведут. Посмотрим, как этот псалом звучит с еврейского. Песнь ступеней ко Господу в моей тесноте я взывал в нашем прощении в скорби, но это синонимично, скорбь стесняет человека. Ко Господу в моей тесноте я взывал, и он мне ответит. Господи, избавь душу мою от лживых уст, от обманного языка. Что даст тебе и что прибавит тебе обманный язык? Это как бы укор обманщика. Стрелы героя отточенные с углями драковыми, то есть вот ответ от Бога, здесь героем сильным богатырем называется Господь, который накажет нечестивых. Горе мне, что я прожил у Мешеха и обитал шатрами Кидара. Ну, еврейский народ до сих пор живет рядом шатрами Кидара, и такое соседство с арабами не приносит им как бы отдохновения. премного обитала моя душа с ненавистником мира, то есть с агрессором. Я мирен, верующий человек, мирен по определению, потому что для него главная брань, это брань самим собою. Ведь в каком случае люди развязывают войну, чтобы отвлечь самих себя и других от собственных внутренних проблем. Ну, например, в Америке был такой президент, не будем называть его имя, который вступил в какую-то связь с практиканкой, которая проходила практику в Белом доме, и когда начался скандал, чтобы отвлечь всю общественность от этого скандала, он развязал целую войну на Ближнем Востоке, летели самолеты, сбрасывали бомбы. То есть причина всех конфликтов, включая глобальных военных, это какие-то человеческие вожделения, неудовлетворенные, какие-то метания. А верующий человек это другое, я мирен, но лишь заговорю они к войне. То есть лишь я буду говорить о мире, а они будут говорить о войне, потому что люди мира всего они противоположны людям веры, людям церкви. неудовлетворенные, неудовлетворенные, они неудовлетворенные, которые они уничтожены. Продолжение следует...